Девушки отдыхают На мое имя обращение, которое было связано с строительством некого непонятного объекта на улице Энгельса, дом 60 и 62 Вы здесь местные жители, да? Объяснять не надо, что это Значит, мною было написано обращение в прокуратуру для того, чтобы прокуратура дала ту или иную правовую оценку Что это за строительство, насколько это строительство законно И получил ответ Значит, по всему ответу прокуратура указывает, что Значит, был проведен осмотр данной стройки, данных участков И установлено, что собственниками и арендаторами земельных участков Уведомление о планированном строительстве в органах местного самоуправления не направлялось То есть, согласно статье 222 гражданского кодекса Данное строительство объекта некого, какого мы его идентифицировать не можем Но мы можем предполагать, что это либо какой-то склад, либо магазин, но явно не жилой Хотя, по документам, там строительство может быть только объектов категории G4 То есть, вот таких частных домов, даже не G3 То есть, там ведет... То есть, не многоквартина, частные дома То есть, отсюда вывод, что согласно, значит, 222 статье гражданского кодекса Эта стройка и строительство данного объекта является самовольной Вот, то есть, что, значит, идет сейчас в нарушение закона Не было, не предоставлено никаких документов Не было, не предоставлено никаких проектов То есть, некие лица взяли в аренду участок, прикупили участок И решили построить то, что они считают нужным Еще возьмем во внимание, что любое изменение классификации строительства Оно все равно проводится через общественное слушание То есть, все равно мнение жителей должны спросить То есть, видимо, предрекая то, что будут люди не согласны Вы, как местные жители, вам, вы знаете, вам виднее Вам понятнее, что и для чего здесь нужно То есть, вы будете явно не согласны Администрация, значит, наволок об этом уведомлена Об этом официальные документы из прокуратуры Значит, пришло с предписанием на вашего главу Реакция ноль Я так понимаю, вот Денис нам докладывает Что это строительство и сейчас ведется активно довольно-таки Глава почему-то игнорирует предписание Глава вводит в заблуждение вас, местных жителей Вводит в заблуждение, значит, депутатов районного совета Вот, значит, что мы будем делать? Мы за собой оставляем право и будем действовать Значит, писать запрос в генеральную прокуратуру Раз областной прокуратуры вашему главе мало Значит, письмо на губернатора однозначно Вот, и, значит, пойдем по инстанциям до тех пор Пока, значит, если глава не считается с мнением жителей Чтобы, значит, на главу оказать Во-первых, поставить его в рамки закона Потому что то, что вот это вот Это просто сущий беспредел Вот Ну, а дальше мы будем о его, так скажем, профпригодности Какие-то делать выводы Вот, то есть я считаю, что Наволок, наверное, такой глава не нужен Который плюет на мнение Прежде всего граждан, жителей, да? Наволок, да? И не соблюдает закон Вот Так что, Денис, можешь продолжить? Да Мэр наш, что это, ну, как при начале стройки Что строится только жилой доме ЖСЛ Мы ему, ну, типа, поверили Я извиняюсь Сейчас он говорит нам, что это, да, это постройка магазина Но никакого они не нарушают Им дадут только там две тысячи и все Две тысячи штрафы Штрафы две тысячи Остальное все, у них никакого, нет нарушений У них нет права никакого Как бы приехали по одному вопросу Если кто не в курсе То есть я случайно узнала, что 14, вернее, 12 апреля Будет прием прокурора Ивановской области Урасова Олега Анатольевича Буквально случайно И я на удачу поехала И мы там вот столкнулись Я тоже по этому вопросу Он был в шоке Потому что сидели Вот как раз представитель Ну, она как секретарем была Ну, короче, прокурор, которая Зампрокурора Которая действительно Она говорит Я сама лично приезжала к этому объекту Да, там действительно Мы давали запрет Он, типа, не реагирует Когда я сказала, что объект вообще неизвестный Может, там вообще украфашисты Бункер какой-то строят То есть нет информационного счета Нет, кто строит, сроки Вообще, да? То есть нарушения всех Никакой информации На собрании общим отчетом мэра Я задала вопрос Опять общей фразой Вот примерно та же Ой, там что-то частное Кто-то это В общем, вода и все Одно слабоблудие Вот И мне, значит, Юрасов выслушал И когда, значит Ну, вроде говорят Да, вот мы действуем Он говорит, пока вы действуете Он построит и будет сложнее не отменить То есть он мне лично ответил Что не просто под контроль возьмет А что в ближайшее время Приедет комплексная Проверочная комиссия Ну вот, ну во всяком случае Я рассчитываю, что вот Прокуратура под контроль взяла Во всяком случае Они сказали Может даже на этой неделе Вот смотрите По этому вопросу Просто посмотрите На отношение главы Именно к людям Да, вот здесь я хотел застричь То есть если глава Считает возможным Вот не суть Какой штраф ему там Две тысячи рублей Пятьсот рублей Сто рублей Сколько ему там грозит штраф Да, за это Но если глава Сам своим примером Показывает Что можно вот таким образом Накрывать на людей Нарушать закон Закон нарушен Вот при определении прокуратуры Нам этого достаточно Для того, чтобы Четко говорить Что нарушается закон Как минимум Как минимум Я здесь вижу Что здесь халатность Мэра есть Поскольку он Никаким образом Не противодействует Незаконному строительству А скорее всего Способствует Возможно Имеется какой-то Личный интерес То есть в данном случае Я предложил бы вам Сегодня По итогам Вот этого мероприятия Денис Фомичев Составил обращение На Китягин Владимирович То есть Подписаться Под этим обращением И я вам могу Дать гарантию Что в ближайшее время От нашей партии От депутата Госдумы Уйдут запросы В генеральную прокуратуру Однозначно О том Что, чем Дмитрий Что-то говорил То есть Очень хорошо Что Юрасов Там на местах Вот новый Наш прокурор Областной Что он в курсе Сейчас этой ситуации Это конечно Все очень хорошо Но я думаю Что помимо того Что здесь Надо подключать прокуратуру Необходимо подключать Наверное Еще и Следственный комитет И проверить А в чем конкретный Интерес мэра Почему глава Города Городского поселения Способствует Нарушению закона То есть Понимаете Как бы И вот этот человек Он должен нам примером Служить примером Да Показывать людям Как надо жить по закону А человек показывает нам Абсолютно другую сторону медали И вот здесь Наверное Надо ставить вопрос Вообще его Служебного соответствия Собственно говоря Имеет ли право Такой человек Занимать свой пост Продолжение следует... Абсолютно Спасибо seems like Продолжение следует...